Всем привет! Меня зовут Кристина, я из Минска, и я поступила в Университет Вашингтона и Ли на бакалавриат на программу Liberal Arts and Sciences при поддержке программы Opportunity. Сегодня я хотела бы поделиться с вами историей моего поступления. Начнем с английского языка. Дело в том, что, несмотря на результат, и в моем поступлении также были подводные камни. Свой первый TOEFL, который я сдавала зимой, я сдала на 82 балла. И, конечно, говоря откровенно, я действительно расстроилась, потому что я не ожидала такого результата. Но затем, спустя месяцы, даже меньше полугода интенсивной работы, летом я передала TOEFL на 106 баллов. И в этом, я считаю, мне очень помогла программа Opportunity и участие в Competitive College Club. Также мне пригодились ресурсы Petersons, которые мне предоставила программа Opportunity, и информация в интернете. Я хочу вам дать небольшой совет. Вы можете не тратить деньги на дорогостоящие учебники по TOEFL, по SAT, а просто поискать ресурсы в интернете, которых действительно хватает в наше время, как это сделала я. Но тесты — это всего лишь один аспект поступления. Также я хочу дать вам совет насчет эссе. В эссе я хотела бы посоветовать вам не перечислять свои достижения и успехи в сухой манере, а именно рассказать историю, которая, возможно, затронет сердца приемной комиссии. Возможно, это какое-то испытание или какая-то глубокая история, которая изменила вас. Ведь это то, что покажет вас лучше всего, чем просто список ваших достижений и личностных качеств. Также я считаю, что очень важную роль в процессе поступления играет интервью. Ведь ваша заявка — это просто документ, а интервью — это тот процесс поступлений, который показывает вас лучше всего. И в процессе интервью вы производите впечатление. Так что, что сделала я при прохождении интервью? Я нашла в интернете вопросы, которые мне помогли при сдаче интервью. Но, конечно, я не скажу, что я нашла все вопросы, но это такая маленькая хитрость, которую можно использовать, потому что университеты иногда выставляют список вопросов, которые они задают своим потенциальным студентам на интервью. Так что вы можете тоже попытаться найти их, прорепетировать и блеснуть. Также еще один мой совет касается рекомендательных писем. Я хотела бы сказать вам, что не стоит писать рекомендательные письма самим, потому что приемная комиссия также будет читать ваше эссе, и вполне возможно, что они увидят, что рекомендательные письма писали вы сами. А это тоже не очень хорошо. Поэтому я бы посоветовала вам сходить к своим учителям, которые, возможно, являются вашими друзьями или которые знают вас лучше всего, проработать с ними список ваших достижений и успехов и рассказать, что вы хотите видеть в рекомендательных письмах, и потом уже занести эти письма на перевод или попросить знакомых перевести. Но переводить рекомендательные письма тоже не стоит самим, потому что по вашему стилю письма все равно можно будет догадаться, что рекомендательные письма писали либо переводили вы. А это, опять же, не очень хорошо. В заключение я хотела бы пожелать ребятам никогда не сдаваться и пробовать поступать, потому что весь процесс поступления — это большой проект, и в поступлении играют роль не только ваши навыки и умения, но также и какой-то шанс, какая-то удача. Поэтому в процессе поступления вы ничего не теряете, но я считаю, что сам процесс поступления откроет вам глаза на то, какой вы на самом деле, и заставит задуматься о тех вопросах, о которых вы, наверное, никогда раньше не задумывались. Так что пробуйте, дерзайте, и у вас все получится! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова